Итак, 500 грамм мацони или простокваша. Добавляем 1 чайную ложку соды. Перемешиваем и ждем, когда начнет пузыриться. Это значит, что сода погасилась. Добавляем сюда где-то 1 чайную ложку соли. Дальше сюда 2 яйца. Это перемешаем. Добавляем сюда 1 пачку сливочного масла. Одна пачка это где-то 180-200 грамм. Растопить и добавить. Дальше добавляю муку. Шестой стакан. Пока полностью не добавляю, понемножку. Вот оставшийся полстакана тоже добавила. В итоге 6 стаканов. Может уйти 5 стаканов, может 5,5. Смотрите, уже слишком твердое не делайте. Если чуть-чуть липнет, ничего страшного. При раскатывании все равно посыпем мукой. Главное, чтобы она не впитала много муки. Все, посмотрите. Так, делаем начинку. Значит, в начинку входит у нас сыр. У меня здесь грузинский домашний, соленый. И я его разбавляю творогом. Творог у меня такой вот мелкозернистый. Пискаревский. Можете сделать и сулгуни. Можете к творогу добавить сулгуни. Если получится несоленый сулгуни, то чуть-чуть посолите. У меня сыр соленый, поэтому я разбавляю творогом. И получится как раз соль в меру. Перемешиваем. Проверьте на соль. Если соли мало, добавьте. А если много, добавьте творога. Также, как с пирогом, делим на две части. Ровно я даже взвесила на весах, чтобы были одинаковые. И начинку тоже делим на две части. Дальше делаем все, как обычные хачапури. Вот так вот немножко раскатываем руками. Дальше поделила я на две части начинку. Кладем ее вот так. Вот шарик делаем. Начинку тоже взвесьте, чтобы было одинаковое. Чтобы не было, что в одном больше сыра, в другом меньше. Вот так вот, как хинькали, его собираем. Дальше вот так вот снова раскатываем. Можно скалкой аккуратно это сделать. Я сразу на пирогаменте раскатаю. Аккуратно, сильно не надо давить. Раскатываем, делаем ее потоньше. Пирог, если был толстым, то это как хачапури. Не как, но это и есть хачапури такое. Только надо аккуратно, чтобы не порвать. Если сильно тонко сделать, тоже может порваться. Все переношу на противень. Вот такой хачапури у нас будет. Так в сервизе распределяется. Дальше смазываем желтком. Дальше делаем посередине дырочку. Вот такой. Потому что она начнет сильно надуваться, чтобы воздух выходил. Колоть можно вилочкой в нескольких местах. Но так, чтобы не до дна. Дно не надо колоть, чтобы там сыр не выходил через дырочки. Сверху можно. Вот так вот, чтобы сильно не сдувался. Все, и в духовку на 180 градусов до готовности. Скажу, время приблизительно, ну, 15, наверное, минут. Сейчас посмотрю точно. На нижний уровень. Не совсем нижний, а вот второй с конца, снизу. Пока готовится первый, можно подготовить второй. Вот видите, уже просвечивает сыр. Уже, значит, надо остановиться. Чтобы не порвалось. Все, дальше вот так вот сразу перенесу на противень. Желток не хватает для одного. Можно сделать целое яйцо, если хотите. Для яйца делаем дырочку. До дна не надо колоть вилкой. Только верхнюю часть, чтобы сильно не сдувалось. Все, испеку, потом буду жарить вермишель. Вот такую я беру, не буду рекламировать. Буду обжаривать заранее, потому что духовка это горячая. Сразу буду обжаривать две упаковки хотя бы. Кто часто жарит вермишель, вот так вот, когда духовка горячая, сразу закиньте. Тоже пусть обжарится, быстро обжаривается она. И все, складывайте в дырочку, когда нужно, готовите и все. Я уж раз, духовка горячая, сейчас еще туда куриные ножки закину с овощами. Вот какая красота у нас получилась. Она мягенькая, мягенькая. Просто надо ей дать остыть немножко, чтобы там сыр немножко схватился. Чуточку надо дать остыть. Остынет, вам покажу в нарезке, как он. Так, пока там печется второй, значит быстренько поперчу. Куркума обязательно, куркума у меня везде добавляется, вы знаете. Очень люблю, когда... Только здесь надо и не перебарщивать, щепоточку. Очень приятный цвет, да и полезно. Так, соль. Все хорошенько перемешиваем. Сейчас еще надо посудничное масло сюда. Подсушиваем масло. Так, пополам, помидорку. Так, маленькую картошку целиком, а большие пополам. Помидор точно так же. Можно черри. Черри, кстати, очень красиво смотрится. Руки в масле. Говорит бабушка Рая, все по одному делай. А у меня не получается по одному. Мне пока там печется, что зря время терять. Можно еще что-нибудь поделать, пока духовка горячая. Все, и будет обед у нас. И в духовку. Сейчас, когда достану, а дальше еще вермишель обжарить надо. Кстати, хачапури у меня, значит, пеклось 18 минут где-то. Вот так вот. Ну, зависит от духовки. Смотрите, как вот по внешнему виду обжарилось, значит, готово. Вот, вторая тоже запеклась. Так, здесь освещение такое, что цвет не видно. Вот так вот, видите, какой цвет красивый. Дальше. Вот это остыло. Вот она очень мягкая. Сейчас нарежу, посмотрите. Как пирог мягкий, это, наверное, еще мягче. Посмотрите, получается потоньше. На самом деле, вот она, мягкая-мягкая. Видите? Если еще сыр вкусный, так вообще объедение. Вот так он получается уже хачапури, не пирог. Из того же количества ингредиентов, получается, вот такие два больших хачапури. Быстро, вообще очень быстро делается. И печется быстро. Если дома есть сыр, и масло не самое главное, да? Ну, просто кваша. Все. Очень быстро делается. За полчаса все приготовили, все сделали уже, пока гости едут. Или пока гости чай пьют. Вот. Нарезу вот так. Тараолика кончет. Очень мягкая, пока еще теплая. Нарезала, как попало. Все свои. Тараолик! Иди пирог хотел, возьми. Пирог, какой ты хочешь? Выбирай. Сырный. Так он весь сырный. Вот из этих нарезанных, выбирай, какой хочешь. А тебе что, снимать надо? Еще один? Да, еще один. Давай, скажи зрителям нашим, вкусно или нет. Ну, давай, попробуй, скажи. Только честно скажи. Очень вкусно, ребята. Не делайте такое дома. Ну, ты сейчас весь съешь, да, наверное? Нет, да, я сейчас съем. Мам. Ну, давай, приятного аппетита тебе. Спасибо. Так вот. Вот. Две упаковки обжарила. Здесь остынет, потом соберу в баночку. Скоро сделаю плов, приготовлю. С такой ветвь-вермишелью, чтобы уже было готово. Вот у нас уже половина нету. И обед готовится еще. Накрыла пергаментом, чтобы с цвета готовилась. Вот так вот обед тоже наш готов. Пока я все приготовила, уже хачапуре практически нету одного. Все, на сегодня у меня все. Очень рекомендую вам попробовать этот вот хачапури. Это тесто для пирога, для хачапури, ну, в духовке хачапури. Можно начинку-другую поменять, делать из курицы с луком. Тоже вот. Главное, что тесто. Тесто здесь идеальное. Нереально мягкое получается все. И очень вкусно. У меня все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok